В Челябинской области совершена серия возможно связанных между собой вооруженных налетов. Первый случился в областном центре отделения почты. Двое неизвестных преступников открыли огонь по охранникам и забрали у них 2 миллиона рублей. Наш корреспондент Владимир Сераухов расскажет подробности. Все случилось около 8 утра возле этого почтового отделения на улице Молдогвардейцев в Калининском районе. О предварительной версии налетчики поджидали, когда сотрудники банка привезут деньги для выплаты пенсии и денежных переводов. И когда секьюрити достали мешки с наличностью из машины, открыли огонь. Стреляли в ноги. В итоге 58-летний инкассатор получил ранение и позже был доставлен в больницу. Преступники похитили 2 миллиона рублей и скрылись. Утром в 9 часов пошла в поликлинику. Было много народа. Наша милиция вся приехала сюда почти. Сейчас поисками преступников занимаются сыщики. Полиция изымает и отсматривает видео с камер наблюдения. Уже известны приметы двух нападавших. Их рост 170-175 сантиметров. Были одеты в темную одежду и на лицах маски. Примечательно, но в это же время, но уже в Магнитогорске, совершен налет на почтовое отделение номер один. Вооруженный преступник ворвался в зал и, угрожая оружием, забрал деньги из кассы. После серии жутких преступлений, чтобы не допустить панику, среди населения руководство Челябинского почтамта выступило с экстренным обращением. Хотелось бы сказать, что все денежные суммы на почте России застрахованы. И ограбление никак не отразится на клиентах. Все пенсии будут выплачены в срок пенсионерам. Также переводы какие, если пришли, тоже будут оплачены. Так что не беспокойтесь. Сегодня был совершен налет на поликлинику номер пять. Преступники проникли внутрь, перед открытием связали охранника, вскрыли банкомат и похитили крупную сумму денег. А потом скрылись. Сторожи лечебного учреждения госпитализировали в больницу в прединфарктном состоянии.